В Ивановской колонии номер 7 теперь есть отряд облегченных условий отбывания наказания. По мнению руководителей УФСИН, это должно помочь осужденным скорее встать на путь исправления. По опыту тех колоний, которые находятся в Кинишме, они у нас больше существуют, эти облегченные условия, больше года уже оправдывают. Средства, вложенные средства, все оправдывают. Потому что осужденные, которые находятся в этом отряде, они не нарушают режим содержания. Ну, сами поймите, жить, быть нарушителем, находиться в ШИЗО, в ПКТ или жить в таком отряде, как дома практически, работать, поэтому оправдывается. Строительство отряда обошлось в 1 миллион рублей. При этом затрачены на него были вне бюджетные средства, то есть деньги, заработанные колонии. Отряд получился действительно комфортабельным. Здесь и комната отдыха, и столовая, и душевая. В любое время можно постирать или посмотреть телевизор. В общем, условия почти как дома. Правда, число мест в привилегированном отряде ограничено. В отряде 16 мест, именно все соответствует по норме положенности, именно площадь расположения отряда. Осужденных данной категории сейчас в колонии находится 41. Так что выберем самых лучших. Я думаю, те, которые попадут ближе к освобождению, они, естественно, здесь будут и находиться. Главное условие определения в этот отряд – хорошее поведение осужденного. Таким образом, у многих заключенных колонии появляется стимул работать и не нарушать дисциплину. А из этого отряда и до свободы недалеко. Люди будут стремиться жить, что это, во-первых, и условия проживания лучше, и народу поменьше, и человек там отдохнуть может, и все. Если администрация предоставляет ходатайство, чтобы на облегченные, я думаю, что и на УДО уже будет легче пройти, или на поселок поселения. Подобные комфортабельные отряды для осужденных с примерным поведением сейчас уже открыты в третьей и четвертой колониях в Кинишме. А вскоре нечто подобное появится и в пятой колонии в Кохме. Таким образом, к жизни на свободе у осужденных будет возможность подготовиться, еще будучи в заключении.